Всем привет! Друзья, смотрите, залежались дома две тыквы. Думаю, ну что же с них? Не выбрасывай же, что-то надо сделать. Вот здесь лежит пару луков, видите, там курики. И вот готовое мясо, вот эта вот курица, это брест говяжины, крудинки на барбекю готовы. Ну, здесь тоже баранина, вот я думаю, не видят ее мышки. И вот и стало, что есть сейчас, будем что-нибудь готовить. Итак, для того, чтобы зафаршировать тыквы, надо мелко порезать мясо. Сейчас порыжем мясо, скорее всего, мы его поджарим еще с лучком вместе. Несколько сортов мяса, это круто, круто считается. В прошлый раз мы готовили, у нас четыре сорта было, но на сегодняшний день у нас три сорта. Обычно вот такая картина получается после каких-либо мероприятий. И вот видите, как здорово придумали, чтобы не пропало. Ну вот смотрите, мелко порезали мясо, мяско. Теперь мелко режем лук. Мы вот приготовили семена тыквы, готовые к употреблению. Мясо готово, лук готов. Сковорода на плите. Мы сейчас попробуем порезать тыкву. Вот еще у нас что есть в шкафу мы обнаружили. Подсоленные тыквы. Итак, включили плиту. Добавляем масло. Сейчас в последний момент вспомнили, что грибы же надо добавить. Вот такие грибочки у нас. Сейчас сполоснем, добавим. Смотрите, друзья, есть определенные тонкости, да. Вот это сковорода с маслом. Мы подготовили ее и забыли про грибы. Теперь вот грибочки порезали. Вот сковорода без масла, без ничего прогревается. Вот я прожариваю лук. Специи будем дополнительные добавлять. В принципе, у нас мясо-то уже со специями, с солью идет. Немножко надо будет добавить, да. Соленая сетчика. Ну да, все, ничего не перец, конечно. Просто перец добавим. Побольше, конечно. Ну вот и тыквы показываем. Готовы, да, мы уже, в принципе, прогревали. Хороший сыр сверху положим, если по месту. Вот такие специи мы сейчас добавим. Лук у нас прожарился. Добавляем специи. Чепотан добавляем. Красота получилась. И клюквы не используем. Это мясо мой племянник готовил. Мы к нему в гости ездили на своем барбекю. Видео у нас есть короткое, мы показывали. И вот начали подогревать такие ароматы стоят у него. Не знаю, это американская рецептура. Он добавляет туда какие-то травы. И дым идет к мясу, если к аромату не травим. Но сейчас в столе можно ставить такой аромат. И клюквы. Вот смотрите, друзья, у нас начинка готова. Добавляем немножко семена тыквы. Готовые, подсоленные. Они не помешают тыквы к тыкве. Вот так вот. И начиняем. В принципе, нам тыкву все не дали есть. И нам кое-что останется. В принципе, одна тыква готова. Начиняем вторую тыкву. Смотри, Галере, у тебя это 180, это подсессия. Да. Вот наши тыквочки. Я решила немного сверху посыпать вот таким сыром. И потом закачиваю. Может, 30 минут. Вот, когда тыквы посмотрелось. Итак, похоже, что наши блюда готовы. Да, смотрите. Видите, как определяют специалист. Накалывают ножом. Да, готовы это. Здесь тоже, да. Вытаскиваем. Все. Ну, вот, пожалуйста, взгляните. Тоже вытекло масло. Ну, не знаем, что ли. Мы же масло не делаем. Ну, чуть-чуть было, когда жарили. Ну, перекладываем на красивую посуду и идем. Ну, вот, посмотрите, как выглядит. Жульен. Откачиваете. Вот, смотрите, друзья, как мы постарались. Как красиво все выглядит. Опять к вам с просьбой. Не забывайте, пожалуйста, оценивать наш труд лайком, комментарием, подпиской и пересылкой. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео.